Наконец явился самим одиннадцать и возлежащим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили, и сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей Туалии. Христа нет. И вот какая ситуация сложилась. В возлежащем на вечере это обедали, ужинали. Ужинали люди верующие, помолились, а Христос упрекает за неверие. Знаете, по-другому все выглядит. Иногда нападают люди. Спрашиваешь, ты можешь доводы дать из Писания, что ты не согласен. Я постоянно там встречаюсь. Ну, покажи по Писанию, где ты не согласен. Ничего не может показать. У нас так не принято. Так не принято. Вот одна Господь пришел, а упрекал их за неверие. Это связано с жестокосердием. Вы никогда не воспротивьтесь тому, что непонятно. Сначала разузнай. Подожди. Спроси, вопросы поставь. А то я не согласен. С чем не согласен? Ты не согласен, может быть, с Писанием, а это в большинстве случаев. Ты не согласен с Духом Святым, который дал Писание, а это в большинстве случаев. Ты понимаешь, откуда все идет-то? Это все на суд Божий идет. И пишется памятная книга. И за каждое слово придется дать отсчет перед Богом. Перед Богом. Как все внезапно заканчивается? Ну, пойдете на кладбище, посмотрите, когда есть знакомые люди. Он жил, говорил и ушел навсегда. Ему разницы нет, как в честь сидеть его или в бесчестье, как осталась жена, хозяйство его. Как будто никогда не жил. Это так страшно. И не возвратиться, не посмотреть, не спросить прощения. Ничего нельзя сделать. Ничего. А если ревностный был, все до конца положил на алтарь Божий, возвращаться-то и незачем уже. Я сделал все, что смог. 1 Коринфия 15, 5. И он явился в Киеве, потом в 12. И в это надо верить. Доказательств никаких этому нет. Сейчас было евангельское чтение, говорится, на Христа говорили, что он богохульствует. И мысли ли они так в сердцах утвержденные? А основания-то никакого для этого не было. Ну, прощаются грехи или не прощаются, это проверить, конечно, нельзя. Но человек-то встал, а причина болезни грехи, значит, Господь преграду убрал грехи, и поэтому болезнь уже не имеет основания быть в человеке, болезнь уходит. Видите, как все связано было. Христос связал грехи и наши болезни. Грехи не уходят. Не уходят, болезнь не уходит. Ну, а всегда ли так бывает? Не всегда. 38 лет лежал человек, больной, мы не знаем. Ну, а Господь говорит, прощается, сейчас на тебе грехи твои. Взял постель и пошел. Мы-то должны брать то, что нам нужно. Конечно, все порожденные, он не мог согрешить. И у него не родители, хотя, как правило, последствия несет ребенок, рождается. Родители были венерически болея, ребенок такой же рождается. Родители с Пидом болели, такой ребенок рождается. Это очень часто бывает. К евреям 3.15.16. Да коли говорится ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время Авропа. Глаз его. Слова все понятны. Глаз – это голос Божий. И не ожесточите. Я не буду все Писание перевернуть, но скажу, что пророки, как правило, приходили со Словом Божиим, а им не верили. Вот у Иеремии был случай такой – идти или не идти в Египет. Потому что здесь убили ставленников вавилонских, которых поставил вавилонский сад. И люди перепугались и хотели избежать доказания. Но решили все-таки спасить пророка. Что пророк говорил, все исполнилось. Сказал – она нету. Лжепророк умрет, он умер. Сказал – придут вавилоняне. Иди, попроси о нас Бога. Хорошие слова. То есть просят – помолись. А он сразу сказал – я сделаю это, я помолюсь. Пойду просить Бога. Уж когда Бог ответит, я не знаю, может через десять минут, может через десять дней. Но только когда я вам принесу ответ от Бога, вы же не поверите. Вот беда-то в чем. Когда сегодня со Словом Божиим приходят, священники не верят, епископы не верят. Я говорю – чем вы заняты? Здесь вот, в епархии. Там столько людей в епархии. Даже представить невозможно. Секретарь, пресс-секретарь. Один в связи с общественностью, один с силовыми структурами. Сейчас специально открыты такие пункты, где записывают, кто куда пойдет крестный ход. Паломнические группы в Москве. Денег сколько внести? В валюте, конечно. Ну, вообще-то неплохо посмотреть. Ну, вот ты сидел на вокзале, прибыл туда, посмотрел. Что изменилось? На фаворе был, да, действительно, облако было. Гром прогремел, облако исчезло. Дальше что? Ничего нету. Опять пустой вернулся. Ну и икона. Я, говорит, стояла к мощам Пантелеима на шесть часов. Только в три часа ночи доступ в мою очередь подошла. Коломна стояла в шесть рядов. Это все в газетах пишут. В Барнауле было. Ну и что? Кто уверовал? Это никто не уверовал. Мертвый не может дать жизни. Ведь представляете, люди-то какие хорошие. Стоят, вот сейчас отправляют в крестный ход. Маленько их проведут, а дальше едет милицейская машина сопровождает. Вот времена пришли какие. За это убивали, сажали. Дальше едет реанимация, кому плохо будет. Едет медицинская машина. Священники идут. И каждый в епархии приход каждый выделяет сколько людей. Объявляют постоянно. Это многотысячное. Иногда идут двести, триста километров больше. И говорят, не дождусь, когда на следующий год. Я только этим и живу. А идут, когда стали спрашивать братья Девю. У одного мелоды развод. У другого еще что-то. Идут совсем не по вере. Там ничего нет от веры Христовой. Ни одного шага за тысячу лет. Идите по всему миру. Почему на это-то не послать? Про крестный ход ни слова. Пропробуйте на каждом шагу. И Христос упрекал их за неверие. Ну идите. Идите подвоем. Он подвоем посылает. Ну разбейтесь подвоем. Мы сегодня едем туда, выезжайте в другое место. У нас машина еще есть. Уговаривайте. У кого машина-то есть? Давайте один день сделаем так, одно воскресенье. В разные концы выедем. Вся деревня выедет. Да можно выехать и с детьми. Показать, какие дети, как веруют. Или стыдно выйти. Евреям 3.7.8. Посему так говорит Дух Святой. Ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время опыта в день искушения отпустили. Ожесточение. Я прямо говорю по Слову Божию написано. Сказал идите по всему миру. Это относится абсолютно ко всем. Особенно в деяниях апостолов. Иоанн Блатаус говорит, когда началось гонение, самые сильные вожди апостолов остались в Иерусалиме. Там битва. А остальные, говорит, рассеявшиеся ходили благовестными. Не прятались. И когда их стали гнать, бить, они собрались вместе. И что? Стали просить убежища? Нет. Господи, дай со всей смелостью проповедовать. Никого не бояться. Вот одна молитва. Ее нет молитвы у нас на богослужении. Нет. Молитвы какие угодно есть. Их молитв очень много. Какая длинная служба. Такой молитвы нет, которой молились апостолы. Я был в монастырях. Увидел все. Разные пещерки. А вот его по-чайски был здесь. А вот эта пещерка там он дальше взял. Там нырнешь. Прям падаешь на низ. А там его пещера где была. Ну то он-то бралась за маленькие. А сегодня растерли. Там камень там. Даже где целуют. Где Ангел сидел на камне. И там ямка выцелывали. На мраморе. Ну залез в эту пещерку. Что дальше? У него электричества там не было. Иногда свечку зажигал. Он сидел в темноте. Видно, что человек сильный характером. Тружили. Это выкопать. Выдолбить. Там сотни метров. Тоннель идет. Ветро настоящее. Сейчас-то свет там есть. Почему же было не пойти к окрестным селениям-то? Это мучения не было. Лопаты привезли с тобой монахин в Греции. Лопаты. Ведра. Мешки. И сразу пошли копать. И пилки во пещерская лавра. Там громадный труд заложен. Да если бы все это это было брошено на исполнение слов Христовых. Так никакая революция близко бы к нам не подошла. Но и сегодня покаяния в этом нет. Нет покаяния. И сегодня этому нигде не учат. Даже учат невоскресные школы, но идти благовествовать не учат. Сектанты в школы везде проникают. Школьники идут к ним. Они компьютеры дарят. Богатые дары. Отправляют куда-то. И каждый маленький ученик идет в другом и студенте строит. Они это понимают. Мы всюду везде проникли. Куда-то не порежали. Везде знают. Есть сектанты. Православные все. Полное молчание. Заглушили. Радика нету. А только вот в задком болоте сидим. В послании к евреям увидели, что говорят, как во время ропота. Это значит остается только один ропот. Где нет благовестия, там ропот. Непрерывное недовольство. Я не буду где-то брать. В России. Это самое главное. Как охотились за теми, кто проповедует. Так они сектанты. Да нет. Ты не знаешь просто. Герасим Петрович Павский профессор. Вот мы считали сегодня псалтырь. Это он перевел. А за него даже не молился. Евангелие от Матфея сегодня считали. Это он перевел один. Громадная ученость. Ну, мало ли было ученых. Да не просто ученых. Это воспитанник царских детей. Ты понимаешь, нет? Более приближенного к престолу никого не было. И однако, преподаватель духовной академии, он перевел ветхий завет для академистов. И написано для лучшего разумения. То есть они ученые в академии ничего не понимают. И что? Начал там розыск. Он лишился всех должностей. Едва-едва его не посадили. Уж старш заступился. Это все церковники сделали. Они отняли все. И они успели в то время откопировать 500 экземпляров. Разыскали почти все и все сожгли. Это православная церковь. Это мы. Мы несем в это наследие. Слово Божие настолько противно было в России. Настолько враждебно, что Бог не потерпел дальше. Тысячи двести семьдесят пять монастырей было. Бог сравнял с землей. Нигде такого не было. И не спрашивали виноват священник, не виноват. Просто били их колотушками в яму складывали и все. Сотни тысяч монахов. Все Бог свел к нулю. Начать снова. Они опять то же самое сегодня делают. Это опять храмы, 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 храмы. Молисты-то нам есть о чем. Не просто пришли. Господи, погибаем. Россия пропала снова. И больше, я думаю, шансов Бог не даст этой России. А зачем? Потому что попы опять захватывают власть. Они учат нас по-своему. Опять все иконы, мироточивые иконы. Храма ничего нет. Ни одного слова евангельского нигде нет. Лука 24-25. Тогда он сказал им, о, несмысленные. И медлительные сердцем. Чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Пророчествовать надо и верить пророкам. И Господь их учеников своих, апостол, верховных и первоверховных, всех назвал несмысленные. Да какие же попы-то сегодня несмысленные, когда народ Слово Божие не учит. Когда епископы, священники ставят, рукополагают, они писания не знают. Батюшка неоднократно напоминает случай, как он идет с яхомом и говорит, ты евангелие ты считаешь, а он говорит, а сэр, что такое? Он не знает. А зачем же ты приехал? Гроши зарубить. Все. Ведь это Амаз, говорится. Да разве сектанты могут поставить таким у себя пресвитера, который евангелие не знают. Ты послушай, какие они проповеди говорят. Моя мама, она была православная, старая врядка. На православной свадьбе была, она все это видела. И пригласили на баптистскую свадьбу. И она там все увидела. Вы бы знали, какое ей это страдание было. Она пришла, уснуть не может. Я слышу, она лежит на постели и молится. Господи, почему же у нас этого нет? Ах, какие наставления дали жениху с невестой. Родители все, все это записывают на память. И Библию им дали. Она одна дома лежит и не видит, что я подошел и слушаю. И она исходит слезами. Да почему же у нас этого ничего нет? Упьются. Что только у нас не сделают. День свадьбы-то ни на что не похожий. Она ни одного дня всегда не была. Мастерство было проникнуто, что там правильно делают. Ну почему нам это не перенести, это к себе? У нас стали петь баптистские песнопения. Там еще баптистского планета. Там чистый евангельский дух. Уже мы баптисты, уже собачейники. Как угодно назовут. Не надо смотреть на это. И Христа считали богохульником. Надо ломать эти устои лживые, уводящие от Бога. Устанавливать святое чистое. Тогда истинное православие людям будет известно. И почтение Божией Матери будет и святым. И Евангелие, и причастие, и исповедь, и священным. Все будет на месте. Но только оно будет возвышено на своем месте. На первом месте будет Христос. Придумали выражение Мать-Церковь, Мать-Церковь. Я выражение это вообще не нахожу нигде. Все Мать ищет. Они не знают, где Мать и где Церковь. А где Мать-Церковь? Какая? Та, которая рождает апостольское. Рождает слово. Поэтому я родил вас благовествованием. Не мочением затылка мокрой водой. Ни иконами. Ни литургией. Благовествованием. И там про литургию слова даже нет. А нужна литургия? Нужна только правильная. Вы никогда не видели, как сегодня венчают? Бенцы на голову не надевают. Сзади стоят, держат и все. У жениха у невесты. Это не случайно. Венчание-то никакого нет в церкви. Тут ясно видно. Воды нет. Венчания нет. Разводы сплошь идут. Доказывать вообще ничего не надо. И кто это делает? Священники. А люди не знают. Они думают, так не надо. Ну, сфотографировали на киносъемку. Все. А если бы вы это знали, они бы сразу подошли. Я встречаюсь с одним директором. И он все мои материалы имеет, когда книг еще не было. И вот ему крестить пришлось внука. Он пришел в Покровский собор. Они там налили в чашку. Он говорит, я заплатил деньги. Я хочу, чтобы правильно крестили. Ну, правильно батюшка будет? Нет. Надо полное погружение, чтобы было. А сам говорит мне. И смеется. Говорит, я многое у вас взял. Я знаю. Они говорят, так если дождать придется. Они не сказали, не будем. Он говорит, подожду. Они опять подходят к нему. Так вы не передумали? Крестить как? Он говорит, зачем передумать? Ну, холодная вода. Подогрейте. И я, говорит, дождался. Дождался и правильно покрестили. Ну, ребенок маленький. Сейчас это у них малое, полное погружение. Оказалось, он сам курит даже. Ничего нигде не принял. Он все принял. И мне показывает, тогда были у меня газетные материалы. Все до одного материала у него лежат в столе на работе. Он, оказывается, другим рассказывает. Попытывает, говорит, нас обманывают. Он не пошел к баптистам. Пришел к православных церков. Он добился, чтобы правильно покрестили. Поэтому сей доброе семя всегда. Взойдет, что посеял тогда. День жатвы придет, не замедлит. Пожнешь, что посеял тогда. Лука 24, 38. Он сказал им, что смущаетесь. И до чего такие мысли уходят со рста ваших. Люди сильно смущаются, когда им говоришь, что должно быть оглашение. Оглашенный изъедитель не выполняется. Литургия должна остановиться. Так Златоуст установил. Если оглашенный изъедитель не выполняется. А его сегодня не производят. Я говорю, а почему не было оглашенного изъедителя? А мы, говорит, исключили это. То есть, литургии нет той, которую установил Златоуст. Выдумка. Он в грех, и батюшка приехал, а они сидят там. Нигде нету, чтобы стоять. Может и сидеть. И выполни правильно. Сидят или стоят, это никакого значения не имеет. Когда ревность показывает. Я не сяду. А они сяду, потому что неверующие. Ему разницы нет. Он целый день прыгать не садится. А то сразу все падают. Ты рассуждай дальше-то. Это наше упущение. Марка 7.18. Он сказал им, неужели вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто из вне входящего человека не может оскорбить? Он еще никому говорит. Непонятливые, неразумные. А у нас-то сколько всего? Неужели нам это непонятно? И дальше говорит, что без проповеди ничего нет. Неужели так непонятливы, что семени нет, то ничто не взойдет? И ухаживать незачем. Это надо день и ночь кричать и плакать, просить у Бога таких священников, которые бы проповедовали, которые дома бы образовали кружки по изучению Слова Божия. Если этого нет, в пустыне мы на пекелище сидим. Марка 8.17.18. Иисус, разумев, говорит им, что вы рассуждаете о том, что нет у вас хлеба? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очень не видите, имея уши не слышите и не помните, сколько укоров. Не так глаза наши смотрят, не так уши смотрят. А раз не так, значит мы ничего не понимаем. Мы совершенно не умные. Никакие семинарии Академии нам не помогут, если Дух Святой не поведет. Спасаются только люди, которых Дух Святой ведет. А Дух Святой свидетельствует, идите по всему миру. Почему вы не подходите, даже кто не ездит? Подходите и спрашивайте, а вы сегодня едете, а куда едете? А до какого времени там будете? Задавайте вопросы. Я пойму, что вас это трогает. Вы дома об этом будете молиться. Значит, вы напряженный день имеете. Всю неделю готовьтесь. Мы поедем, не знаем, что там будет. Пока еще ни один не подходит. Воды. Помогайте средствами, чем можете. В чаши холодной воды вы будете участниками этого дела. Какие-то люди там обратятся. Эту весть, которую вы слышите, повезут другие государства. В Салон 94, 11. «И потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». У нас всех, кто бы ни умер, всех отбивает в Царство ему небесное. Это обман. Бог поклялся, они не войдут в покой мой, потому что они и покорные, и поступали не по воле Божьей. Не надейтесь, но за покойные молитвы. Я прошу меня помолиться. Я учу Евангелие, чтобы у меня было с собой положено. Я все для себя оставил. Но на это я не надеюсь. Бог поклялся, и клятву его никто не может отменить. И народ тот не вошел. 600 тысяч ввел, вывел, а два человека только вошло. Господи, да получается, что так мало спасаемых. Как в Новом Завете написано, мало спасаемых. А мы много, нас православных, мы ничего не знаем. Может быть, ни один не спасается. Серафим Саровский молился, Бог ему открыл. Ни одного священника спасенного не увидал. Ни одного. Бог поклялся, что убьет их всех. Это случилось в революции. Не по канавке серафимов бродить, а пробуждаться. Иметь уши. И Господь упрекает, что неужели так непонятно? Я никаких тайн не открываю, толкования откровения не даю. Я только вот показываю, что у нас написано. Господь говорит, ты оставил меня, потому я прострел на тебя ротом и погублю тебя. Я устал миловать. Бог терпит и терпит, но до конца. Откровение 3.19. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. И так будет ревностями, покайся. Ревностей в чем? К покаянию. Ревностей к добрым делам. Ревностей к любви. А покаясь в чем? Покаясь сейчас побуждает в то, что погиб царь, что нарушили клятву 1613 года. А какое так нам отношение вообще иметь? Раскаяться надо. Раскаяться на уровне патриарха. Вот Папа Римский вышел и перед Евреями принес покаяние. Покаяние за то, что в войну не заступились. Что был там осленцы. Что все эти годы века гнали евреев. И он перед евреями прямо принес покаяние. Призвал нации к покаянию. Принес Папу покаяние по шести вопросам. Что мы не по Евангелию жили. Почему у нас этого ничего нет? Православные нападают на Папу. А как он мог сказать такое? Выходит, что мы делали неправильно. Папа прав. Я не готовил. Но Папа прав. Мы должны каяться и за умерших уже. Писание говорит так. Просить прощения и умерших. Бог все тогда может изменить. Надо молиться о патриархе. Очень крепко. Патриарх умный. Но он Бога не знает. Патриарх умный. Но он не имеет духовного рождения. Он много лукавых слов говорит. Господи, выправи его. Чтобы было покаяние перед народом. Кого гнали в старое обрядство? Покаяние. Это ведь нет по сегодняшний день. Миллионы людей вне закона объявили. Как за зайцами гоняли за их священниками. Душили. Закрывали готовые церкви. Речь идет о тысячах-тысячах жертв. Инквизиции, которые издевались над народными православными. Покаяния в этом нет. Зарубежная церковь принесла покаяние. Не потому ли была революция? Не потому ли нас гнали? Что мы вас, дорогие братья-ревнители старого обряда, старого благочестия, поступали с вами так? Они могли до этого дойти? Здесь все еще упираются. Нам надо молиться, чтобы Бог отверст дверью покаяния. Показать, где двери. Они не туда у мамы бьются совсем. В церковном начале. И мы можем прошибить это молитвой. Откуда знать? Откуда начнется? Да нас тут никто не знает. А кто его узнал вообще в Китае? Головой опутанная голова. Он сидел вообще в Китае, молитва до неба достигала. Кто знал, что отроки, которые в печи огненные, нет тысячи градусов температуры. И Бог их услышит. И услышит, и молитва будет исполнена. Мы не знаем. Может быть, действительно, мы сидим в этом помещении, как в очлеве Кита. Действительно, может быть, здесь жарко, как в печи. Мы что-то подумаем такое. И скажем, услышь. И она, обращайтесь к детям. Дети, вас Господь слышит. Вы еще не запачканы теми грехами, что мы. Помолитесь о том, чтобы Бог дал пророчествующих в стране российской. Чтобы было Евангелие у нас на столе. Чтобы Он вас спас. Вас ждали, дети, тяжкие, бедные испытания. Найдите Христа. Помогите им найти Его, чтобы открылись их глаза и уши. Аминь.